Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот сегодня 25 июня. У меня поспели Настенька сорт и Демидов. Демидов я туда не пойду, он там далеко, но спелые плоды, сейчас постараюсь показать, но их отсюда не видно. Но вам придется поверить на слово, что Демидов тоже поспел. И сейчас глядя вот на эти томаты, на первый вырожай, который мы уже некоторые я сорвала кушаем, я хочу ответить на вопрос, который задают многие, у кого есть теплица. Стоит ли высаживать низкорослые детерминатные сорта в теплицу? Стоит ли тратить на них драгоценные вот эти вот метры в теплице? Или лучше там выращивать одни инденты? Индетерминатные, высокорослые, вот такие вот томатики. Многие вообще говорят, что низкорослые высаживать ни в коем случае в теплицу нельзя, потому что у теплицы нужно использовать всю площадь. И так как вот этот верх, видите, у меня свободен, все, они больше не вырастут, и верх полтеплицы свободен. А тот, кто выращивает индетерминатные, они потянутся дальше и до самого потолка. И люди считают, что этим они используют все пространство теплицы. Но мне этот, как сказать, аргумент кажется не очень серьезным, сейчас объясню почему. Потому что вот у индетерминатных сортов начинается закладка кистей очень высоко, вот здесь. Там, где те почти что кончаются. И основной урожай у вас будет вот здесь, вверху, вверху, вверху. Не говоря о том, что, да, их надо и подвязывать больше, сложнее и посанковать. Но дело в том, что, используя верхнюю часть теплицы, вот эту, получается, что нижнюю-то часть теплицы вы почти не используете. Тут нет ни томатов, ничего. И в этом случае с детерминатными томатами, наоборот, да, вот там, где детерминатные у меня растут низкорослые, у меня верх теплицы свободен, и он свободен останется, ну, до конца сезона. Но зато у нас низ теплицы используется на все 100%. Вот низ теплицы, он уже весь увешан помидорами, томатами. И пока люди, которые предпочитают только индетерминатные сорта, пока они ждут, когда у них вырастет этот огромный куст, пока завяжутся, пока нальются плоды, пока поспеют, мы уже все это время будем употреблять томаты и, как сказать, и мы не сильно расстроимся от того, что верхняя часть теплицы у нас не используется. Ведь вся цель выращивания своих овощей не в том, что насколько мы используем теплицу всю территорию, не всю там площадь. Главная цель раньше получить качественный вкусный урожай, как можно раньше. Поэтому в этом вопросе, нужно ли, можно ли высаживать низкорослые детерминатные сорта в теплицу, я думаю, люди разделятся и все садоводы и огородники делятся на две группы. Первая группа. Кто любит получать ранний урожай и независимо от того, занят вверх теплицы или не занят вверх, вот нам главное получить ранний урожай. Сейчас июнь, мы уже кушаем помидоры. Это первая группа. А вторая группа, которая думает, не важно, пусть это будет долго, пусть это будет в конце лета, но мы будем ждать, когда вырастут наши огромные помидоры, когда займут всю территорию, всю площадь теплицы, и тогда мы будем кушать свои крупные вкусные томаты. Но я считаю оба мнения, как имеют право на существование. Кто-то любит действительно только крупноплодные, пусть они высокорослые, пусть они сложные в уходе, сильно посынковать их нужно очень часто. Кто-то любит низкорослые, вообще скороспелые, но я всегда делаю в теплице совмещенные посадки. У меня половина теплицы для раннего урожая, и вторая половина, там и высокорослые, и крупноплодные, великаны, всякие. Я считаю, что в теплице должны расти все томаты, и не надо вот эти вот низкорослые, детерминантные, как сказать, недооценивать. Они такие же крупные. Вот у меня сейчас спеют вот эта вот Настенька. Посмотрите, плод такой крупный, что он едва входит в ладонь. Вот хороший сорт Настенька. Он ничем не хуже, чем с тех индетерминантных. Но те томаты, которые высокорослые, еще раз говорю, они требуют большего внимания, большего ухода, более частых подвязок. Ясно, что они два с лишним метра будут, их надо подвязывать, подвязывать и подвязывать, или там крутить на шпалеру. Но за ними требуется уход. Вот эти я достаточно два-три подвязывания, и они все стоят. Ну, самый главный, конечно, козырь у этих томатов, это ранняя спелость. Они спеют намного раньше, чем высокорослые. Быстро завязывается плод, быстро формируется куст. Все в ускоренном варианте. Объяснила вам преимущества тех и других сортов, что те крупные очень вкусные, но ждать их долго сложнее в уходе. Эти проще в уходе, быстрее спеют. И тому, кто хочет получить ранний урожай, нужно все-таки отдать часть теплицы вот под эти томаты. Даже если вам кто-то будет говорить, что теплица предназначена только для тепличных, для индетерминантных сортов, это не так. В теплице можно выращивать все сорта. Главное, если вы любите ранний урожай, выбирайте ранний спелый. Пусть они будут даже низкорослые. Нам ведь не важен, как не рост, а размер плодов. Очень много томатов, низкорослых, детерминантных, с крупными плодами. Вот к ним относятся и Настенька, и Алтайский сюрприз, и Демидов. Все они вполне могут заменить вам крупноплодные томаты. Все, вот этот небольшой экскурс по теплице, где растут и высокие, и низкие сорта, и ответ на вопрос, все-таки нужно ли садить низкорослые в теплицу, или они обойдутся и открытым грунтом. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники, Ольга Чернова, 56 лет, город Биск, Алтайский край. Все видеоролики со своего огорода, с теплицы, я выкладываю там. Добавляйтесь, друзья, всем рассылаю. Знакомьтесь с сортами. Выбирать, я вас просто знакомлю, вот с методами, с сортами, со свойствами, а выбирать вам все-таки придется самим. До свидания.